Татьяна ищет работу и жилье себе и дочери. Некоторое время тому назад они переехали в Белгороднестровский район из Горловки. Дома женщина работала вязальщицей. Кем придется трудиться на новом месте, пока не знает. Обратилась в Белгороднестровский центр занятости. Здесь ей обещали помочь. Да, подсказала, рассказала, что можно даже своим делом заняться. Специалисты отдела поддержки безработных Горрайонной службы занятости последние полгода консультируют по вопросам трудоустройства не только местных жителей, но и вынужденных переселенцев. Служба занятости работает со всем незанятым населением, в том числе и с переселенцами. У нас создан специальный уголок для переселенцев, где есть очень много информации. Начиная от нормативной информации, точно так же дорожная карта, как правильно искать работу, куда обратиться, какие службы обратиться. Если человек не знает вакансии, в том числе и с предоставлением проживания. Белгороднестровский район находится на втором месте в области по количеству людей, имеющих статус вынужденных переселенцев. Согласно официальным данным, всего у нас проживает 959 человек. Часть из них трудоспособны. Например, в поселке Сергеевка таких более сотни. Однако в центр занятости обратилось лишь 16% от общего количества беженцев в районе. Кого-то не устраивает зарплата, но в центре занятости с этим не согласны. Одесса. Торгова компания «Грегорі Арбер» потребует швачку, заробітна плата від 2,5 тисяч, надает гуртожиток. Головний инженер потребует також в Авідіопольскому районі. Товариство з обмеженою відповідальності стройки «Рамика». Вони потребують головного инженера, надають гуртожиток, заробітна плата від 6 тисяч гривень. Є заробітна плата від 3,5 тисяч гривень. Це електрогазозварник, це і охоронник, і водій трамваї, підсобний робітник. Є також три вакансії в нашому районі з наданням житла. Це лікарь-офтальмолог, лікарь-оталаринголог і лікарь-акушер-гінеколог потребує Староказацька центральна районна лікарня. Їм надається кімната в гуртожитку. В початку ноября в місті пройшла ярмарка вакансій, а в Сергеївці – виїзна акція для безработних переселенців. Більше ста чоловік працездатних, але зацікавилися лише не більше, як 25-30 чоловік. Тобто це люди, які підходили, задавали питання, їх щось цікавило. І знову таки, коли мова зайшла вже за те, щоб працевлаштувати, віддати направлення і піти працювати, то жодна людина не звернулася за направленням і жодна людина не прийшла. При этом прибувши з восточних областей активно обращаються за государственной матеріальной помощью, рассказывають чиновники. Тільки за останнє время поступило більше 700 таких заявлений. А вот количество людей, попытавшихся найти работу, как говорят специалисты центра занятості, намного менше.